Предприятия, которые идут на инновации и нацелены на выпуск конкурентоспособной продукции, должны получить поддержку и стимул на законодательном уровне. Такую задачу ставят перед собой парламентарии, которые днями побывали на Могилевхим волокно. На самом крупном предприятии Могилевщины идет поэтапная модернизация. Постоянная комиссия Палаты представителей национального собрания изучала опыт могилевских химиков для качественной работы над концепцией нового закона о промышленной политике. Могилевхим волокно занимает первое место по удельному весу в промышленном производстве региона. Почти 6 тысяч работников, очередь на предприятие в 400 человек, причем части из них – дети нынешних сотрудников. Они хотят здесь трудиться, потому что верят в будущее. Оно связано с модернизацией, уходом от устаревших технологий. В будущем году исполняется полвека с тех пор, как была получена первая продукция Могилевхим волокно – белорусский лавсан. Теперь такой же символический первый колышек, как в далеком 1965 году, уже забит на новой площадке. К юбилею откроется новый комплекс по производству полиэфирной продукции. Сейчас идет первый этап модернизации. Второй касается производства технических нитей и рассчитан до 2020 года. Это позволит в среднем на треть увеличить экспорт и выручку от реализации продукции. Сегодня химволокно экспортируют больше всего в Россию и еще в 28 стран. Средняя зарплата на Могилевхим волокно – более 700 рублей. Выше, чем в среднем по области и в стране. Уровня в 500 долларов тут планируют достичь в октябре. Постоянная комиссия по промышленности, топливно-энергетическому комплексу транспорта и связи Нижней Платы парламента трудится над созданием новых законопроектов и изучает, как работают недавно принятые законы. На Могилевхим волокно есть строгая система безопасности, но после модернизации предприятие станет менее потенциально опасным. Но самое главное – это новая концепция закона о промышленной политике. Для того, чтобы сегодня продавать свою продукцию, надо не просто иметь равную по качеству, надо иметь на порядок выше. И для этого необходимы новшества, для этого необходимы инновации. И я считаю, что главная задача работы над законодательством сегодня – это создать стимул для этих инноваций. Как реальный сектор экономики зависит от депутатов. Напрямую. Потому что они принимают законы, которые должны помочь промышленникам. Мы же принимаем законопроекты, да, раскрепощение бизнеса, говорим, привлечение инвесторов. Чтобы это было не на словах, а чтобы действительно инвестор понимал, что вложил сюда деньги, он будет получать отдачу вместе с предприятиями, с экономикой Республики Беларусь. Мы искренне рады приветствовать депутатский корпус у нас на Могилевхим волокном. Генеральный директор предприятия Петр Рудник озвучил на заседании проблемы, которые волнуют промышленников. Например, связанная с электроэнергетикой, закон о которой сейчас разрабатывается в связи с созданием единого рынка электроэнергии в Евразес. Закон нужен, это раз. Второе. Я бы просил обратить внимание, уважаемую комиссию, на то, что сегодня все мы говорим о том, что у нас в ближайшее время заработает первый энергоблок Белорусской атомной электростанции. Депутаты, в свою очередь, рассказали, что в этом году промышленность выровнялась и идет с плюсом. Но каждое предприятие борется за место на рынке, потому что стоять на месте сегодня – это значит отставать от конкурентов. Мы должны прирасти с положительным результатом завершить этот год, но, опять же, это как говорить о благосостоянии страны, оно складывается из добробыту, говорящего по-белорусски, каждой отдельной семьи, так и в целом состояние экономики, оно складывается из экономических результатов отдельно взятых предприятий. И особенно таких больших и крупных, как могилев химволокно.